Ну и в любом случае, люди же сюда приходят отдыхать и отключаться от повседневной жизни. Но и смысл здесь еще негатив. Ну и там тоже мне рассказали, что там одну команду нельзя обыгрывать, другую можно. И люди к этому матчу готовились, они ждали этого матча. А ты выходишь такой весь красивый 20 лет в хоккей и вышел, когда надо, и забил. Но проблема в том, что ты ходишь в понедельник, он ходит в среду, а третий ходит в пятницу. Я говорю, и как вас наигрывать? Мы можем сейчас в раздевалке друг к другу напихать, послать на трибука друг к другу и так далее. Но мы ничего уже не изменим. Надо это забыть и двигаться к следующей игре. Всем привет, с вами Хоккей Сик. Скажу так, у вас осталось много вопросов после первого видео про любительский хоккей. Поэтому это вторая часть. И сейчас мы уже ответим на все вопросы, которые вы писали в комментариях и не только. Ну, один я на эти вопросы не отвечу. И у нас снова в гостях, точнее мы снова в гостях у Николая. Колян, привет. Ну, что, сразу по жести пойдем или начнем с легеньких вопросов. Я подготовился. Да давай по жести сразу. Давай так. Мы много говорили про саму игру, про тактику в любительском хоккее. А вообще, чтобы прийти в любительский хоккей, вроде бы для меня это какая-то очевидная вещь, для тебя очевидная. А для человека по ту сторону. Вообще, с чего начинается любительский хоккей? Мальчик 30 лет захотел заниматься хоккеем. Ну, первое, мне кажется, надо найти форму. Приобрести форму. И я не советую, ну, как бы не то, что не советую. Приобретайте любой комплект. То есть, любой в комплект, в котором можно выйти, не самый дорогой, там, не экономить особо на коньках и приходить на тренировку. Где взять эти тренировки? Самый простой способ – группа ВКонтакте. Очень много групп ВКонтакте, где есть любительский хоккей Москвы, хоккей Москвы. И там полно-полно-полно объявлений о наборе в команду, о приглашениях на тренировки на двухсторонки. То есть, там в день по 20-30 сообщений. Короче, получается, интернет в помощь, все достаточно просто? Да, интернет в помощь, ну, либо второй вариант – Яндекс, Гугл, любительский хоккей Москвы, тренировки. Тренировки для взрослых, тренировки для любителей. Ну, много-много разных сайтов вылезет. И те же группы ВКонтакте. Ну, давай так, мы хотя в прошлом видео это уже затрагивали, но если человек совсем ничего не умеет, наверное, все-таки акцент надо сделать там, где есть именно тренировки, а не просто… Он купил комплект экипировки, вышел на лед и давай сразу играть в хоккей. Ну, да, но, видишь, некоторые хотят просто играть в хоккей. То есть, многие не хотят тренироваться. Кто-то к этому приходит позже, потому что приходят на двухсторонку, понимают, что не принять, не отдать, не бросить и вообще, как бы, вроде бы мешается. И тогда ищут и идут на тренировки. Либо так и остаются на двухсторонках. Окей. Про экипировку. Ты говоришь, самый простой комплект. Не экономить на конька, главное. А еще? Ну, может быть, клюшка. Ну, опять же, как не экономить? Ну, для первого комплекта, мне кажется, коньки за 100 плюс точно не нужны. Ну, в любом случае, коньки, которые там 20-30, даже российские коньки, я думаю, они для любительского хоккея вполне себе. На первое время уж точно. Я просто слышал мнение, что, ну, на самом деле, хоккей, когда ты только вышел, притерся, понял, что хоккей твое, я бы им еще позанимался. И потом уже второй комплект надо покупать хороший. Как многие делают, они покупают либо бушный, либо какой-то простенький комплект, приходят, втягиваются и постепенно-постепенно начинают все менять. Сначала щитки, трусы и пошло-поехало. Ну, кто-то может, наверное, и сразу весь комплект поменять. Ну, это у кого какие возможности. Потому что, да, я, ну, закончу эту тему, читал мнение, что да, я там мальчик ростом 190, весом 100 килограмм и покупает там щитки, ну, пластилин. И как следствие ломается. А ему говорили, а зачем? Ну, ты же сломаешься. Ну, у меня таких ситуаций я не припомню, честно. Да? Угу. Я просто поглядывал тут за последнее время несколько каналов, которые рассказывают про хоккейную экупировку, и там так упоминали. Ну, опять же, не надо там из картона покупать себе щитки, но, опять же, если взять обычные какие-нибудь более-менее неплохие щитки, но ты от этого хуже играть точно не станешь. Как и лучше. Слушай, а что вообще вот в любительском хоккее с диспансеризацией? Ее нет. Ну, она как бы есть. Вот, понимай, это как хочешь. Пошли по жести, да. Она как бы есть, но ее как бы нет. Ну, то есть, по факту... Подробнее давай. Я могу, конечно, домыслить, но... По регламентам многих лиг у игроков должна быть справка о том, что игрок здоров. Но мы все знаем, как эти справки многие делают. А это как бы, ну, никак не... Ну, как ты это отследишь? А согнать всех там 60 человек, пройти диспансеризацию, ну, мне кажется, на грани фантастики. Ну, ты гонишь? Я... Ну, вообще, вот твоя точка зрения на все это. Да, типа, ребят, справки принесите, там разберемся. Ну, тут знаешь как, я прошу просто справки. Откуда, я уже не знаю эти справки. У меня есть справки с печатями, пожалуйста, все как бы... Все как должно быть. Как они получались, я не знаю. Ну, вообще, обратная связь есть? Люди занимаются этим здоровьем? Ну, я лично знаю по многим примерам, кто идет непосредственно в поликлинику, проходит там каких-то врачей и получает эту справку. Такие тоже есть. Просто всегда топлю заодно. Я всегда каждый год говорю, ну, вот в начале сезона, в различных своих социальных сетях. Ребят, сезон начался, пройдите диспансеризацию, здоровье одно. Ну, не занимайтесь вы ерундой. Не важно, там, тебе 15 лет, 25, 30 и плюс. Нет, я здесь полностью с тобой согласен, что за здоровьем следить нужно. Уже немало случаев было только в этом году в Москве, когда игроки умирали прямо на льду. Да. Остановка сердца. Ну, какие-то вот такие вещи, которые можно было выявить до того, как выйти на лед. И, возможно, не выйти на лед. Ну, вот, кстати, я сейчас перешагну сразу к слову о летальных случаях. Они же зачастую встречаются и на хоккейных турнирах выездных. Любительских? Да, любительских. Вполне возможно. Я просто, слава богу, никогда не сталкивался с этим. Там сейчас до сих пор беспредел на этих любительских турнирах выездных. Но я просто слышал, как любители ездят на турнир. Если ты хочешь услышать, спрашивают ли там справки, точно нет. Вот это прям 100%. Я, скорее, знаешь, хочу сказать. Ребят, ну, если вы едете играть на выездной турнир, ну, поиграйте, а потом хулиганьте. А когда там, знаешь, люди сутками пьют, еще и умудряются в хоккей играть. Ну, зачем такой хоккей? Ну, я считаю, что алкоголь и высокие нагрузки, они точно несовместимы. Тем более, выходить под градусом, играть в хоккей, ну, мне кажется, это страшно. Балбесы. Да. Так делать нельзя. Вот твой совет, ты это видишь ежедневно. На что обратить внимание хоккеисту-любителю, чтобы не получать травмы? Ну, и, соответственно, какие травмы такие самые популярные? Ну, на что точно не стоит забивать, это разминка. Разминка как сухая, так и на льду. То есть, много же травм просто из-за того, что, ну, а, что разминать? Нас упоковырялся, сейчас пойдем. Да, 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 постоял там в сторонке, голеностоп покрутил и пошли играть. То есть, вот на вот это стараться не забивать, потому что, как правило, если здесь в любительском хоккее травмы, то это серьезные травмы, и это надолго. И, как правило, многие после этого и заканчивают вообще. То есть, травм много, в любительском хоккее травм много. Часто, много колени, 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 у всех колени. Ну, ну, колени, связки, кресты, мениски и там все, что есть. На самом деле, колени, я что-то тоже удивлен. Я тоже, на самом деле, удивлен, пока вот не пришел в любительский хоккей. То есть, у меня половина игроков, ну, не половина, но много игроков на двух ногах с металлическими этими, как они, на коленнике, наверное, или как, ну, не знаю. Ну, да, я понял, ну, так, может быть, это отголоски прошлого? Ну, да, это в основном отголоски прошлого. Да. В основном отголоски прошлого. То есть, здесь, допустим, нет такой травмы, как плечи, потому что нет силовой борьбы. Ну, они бывают, безусловно, такие, но так, что прям друг за другом такого нет. Давай про подготовку к матчу. Мне интересен вот именно микроклимат в раздевалке. Чем он отличается от профессиональной команды? Ну, чем он отличается от профессиональной команды и, да, вообще, в целом, какие особенности в любительском хоккее, на что обратить внимание и так далее и тому подобное. Ну, слушай, ну, по сути своей, как бы особого отличия от профессиональной раздевалки особо нет. Также играет музыка, также стоят какие-то напитки. Знаешь, на что это похоже? Очень-очень бедный профессиональный клуб. Вот примерно как-то так. Клуб, который из подвалов, со дна, у которого нет денег, но он все до сих пор играет. Вот это примерно так выглядит любительская раздевалка в плане наполнения именно раздевалки. Ну, окей, ты как тренер. Все-таки, даже если самый бедный клуб профессиональный, но микроклимат внутри может царить разный. Но я играл в бедном клубе профессиональном, у нас условия лучше. Ну, да, то есть бывает позитив, когда мы друг за дружка, всегда готовы плечо поставить. А бывает, что заходишь, что там друг на друга все волком смотрят. Тут, понимаешь, как было, когда я только начинал этим заниматься, я сразу себе говорил, что нужно создать коллектив. Нужно создать команду, и только после этого будут какие-то результаты. Если будут вот эти группировки внутри команды, там 5 человек этих, 5 человек этих, ну, из этого ничего хорошего не получится. То есть у нас коллектив более чем дружный, и, как ты говоришь, друг за друга, плечом к ключу, это вот про них. Ну, элементарный пример. Ну, давай. Матч, 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 матч. Вот мы играли на этих выходных в ночной лиге. У нас повели 2-0, 2-2, и в итоге за 10 минут до конца матча у нас счет 2-5. Мы проигрываем. У нас... Волевая победа? Нет, не волевая победа, у нас происходит заварушка, тут удаление, там удаление, тут группость. И мы просто как бы внутри коллектива взяли там, по-моему, тайм-аут за 10 минут до конца. Я просто ребят попросил, я говорю, выходите, просто бейтесь, получайте удовольствие и бейтесь друг за друга. Итоговый счет 5-5 за 20 секунд мы сравняли. Ну, вот волевая победа. То есть если бы не было команды, я больше чем уверен, что этого результата бы не было. Хорошо, а вот какие инструменты? Может быть, по ту сторону ребятам это поможет. То есть ты этот коллектив уже создал, он у тебя уже есть как данность. Но как ты к нему шел? Ну, какие-то... Больше... Чтобы они больше времени проводили друг с другом. Это может быть и выездные турниры, и бары, рестораны после игр. То есть какие-то совместные движения внутри клуба. Чтобы постоянно люди между собой контактировали, а не так, что они встретились на игре, а потом через неделю еще раз на игре. Командные мероприятия. Ну да, командные мероприятия. В любом коллективе, и ты с этим точно сталкивался. Ну, к сожалению, ты смотришь на человека и понимаешь, что он не единомышленник. В профессиональном хоккей это все... Вносит разлад, да? Да, вносит разлад. Были ли такие ситуации? Да, я уверен, что были. Просто в профессиональном хоккее... Ну, извини, мы тебя обменяли, туда-сюда... Ну, понятно, там немножко по-другому. Здесь такие ситуации бывают. Сказать, что они постоянно, наверное, нет. Во-первых, человек, как правило, сам не задерживается. Ну, ему смысл ходить, если его это не устраивает. У него нет контракта, у него нет никаких обязательств. Если... Ну, вот на моем примере один раз такой случай был, когда пришел новичок, и спустя, ну, там, первый или второй его матч, я ему, ну, абсолютно спокойно объяснил, что здесь ошибка, там, и еще раз эту же ошибку, еще раз. Ошибка очень простая. Нападающий выбегал за спину защитнику, получал пас, убегал в 1-0. Он защитником был? Он был защитником. В итоге на пятую мою просьбу, не пускать за спину игрока, меня послали в далекое-вдалекое путешествие. Но после этого, конечно же, игрока в команде не осталось, потому что, ну, я считаю, что если ты тренера посылаешь на три буквы, ну, смысл тебе находиться в этой команде. Он сам принял? Ну, то есть, как правило, без слегка. Нет, это, ну, это закончилось-то как? Очень просто. Мы доиграли игру, я на этот момент не обратил внимания, но смысл выяснять это на игре при другой команде и так далее. Ну, окей, ты сказал так, вопросов нет. Я зашел в раздевалку после игры, сказал, что данный человек больше в этой команде не играет. Все? Здоровай еще. Больше мы не виделись. Окей, коллектив дружный. Но вот сейчас просто эта ситуация есть в каждой любительской команде взаимоотношения нападающих и защитников. Но наверняка же защитники рычат на нападающих, что отдайте мне пас на синюю линию, вы там водитесь, вообще в пас не играете. Ну, они рычат, но это все так по-доброму, без какой-либо там агрессии. Как правило, это что? Нападающие не забивают, защитники не защищают. И вот друг друга начинают напихивать. Вот как бы и весь, так скажем, конфликт, который может произойти на скамейке, но это опять же все в более шуточной форме, как бы, в более спокойной форме. То есть никто никому не пихает там. То есть там не взрывается? Не-не-не-не. Во-первых, я это сразу пересекаю, ну потому что, ну, ребят, ну ты ее раз через раз принимаешь, ты ее там раз через раз принимаешь. Ну о чем вы? Что вы друг другу пихаете? Просто есть эта интересная картинка, которая мне нравится, и я ее ежегодно пощу, ну, наверное, два раза в год. Там примерно мысль в том, не картинка, а рассказ, что любительский хоккей, зашел в зону, катнулся, отдал пас, встал на дальней штанге, стоишь, куришь, пока тебе обратно вернут. Раз в год защитникам на синюю линию дашь пас, чтобы они не ныли, что тоже тысячу сбрасывают, а играть не играют. Я как-то на сайте одной из известных лиг нашел материал, вот, ну, там статья была, вот, заслуженного хоккеиста, там, мастера спорта. «Всея Руси». «Всея Руси», по всем видам спорта. Вот, и я прочитал, а там статья очень простая, как она играть любителю в хоккей. Я ее прочитал и задал себе вопрос, но, да, все красиво, все, как бы, все правильно, все здорово, но любительский хоккей – это другой вид спорта. То есть то, что мы говорили в первом видео, что ее нужно хотя бы принять, а потом еще с ней двинуться. А тут у тебя там просят выход из зоны, там, через 6-7 передач, ну, куда? То есть там были такие тактические рекомендации? Ну, да, да, более тактические. Ну, давай, выход из зоны через 6-7 передач. Ну, образно через 6-7 передач. Я сейчас уже досконально не вспомню, про что именно там выход из зоны был или что-то, но я просто прочитал, я думаю, ну, это же, ну, как, они кататься не умеют, многие из них. Вот, поэтому, как бы, я понимаю, что, ну, это материал не годится. Ну, понятно, короче, защитники с нападающими не конфликтует. Ну, особо нет, особо нет. Пришел мужичок. Все же, наверное, хотят идти в нападение. Вот, сегодня новенький пришел, я говорю, какой амплуа? Он говорит, я не знаю, я говорю, а душа к чему лежит? К нападению, я говорю, ну, нападение. Очень редко защитники приходят, прям редко. И я даже больше скажу, я чаще иногда за эти нападающих переделываю защитников. Ну, в принципе, очевидное желание, все хотят забивать галлы. Да, очевидное желание, все хотят забивать, а еще бывают, знаешь, какие ситуации, когда парень вроде уже там 2-3 года ходит, играет нападающим, но у него не получается. То есть он там одну шайбу за сезон забьет. Ты начинаешь так присматриваться, а что если в защите попробовать? Ты начинаешь его в защите пробовать, а у него лучше получается. Ну, то есть толку от него в игре больше. И так вот потихоньку-потихоньку становятся защитниками. Таких примеров масса у меня. То есть, получается, ваша команда новичков, да, в каком там, восьмом, да, дивизионе, правильно? Ну, восьмой, пятый. Да, восьмой. То есть там вы, грубо говоря, играете в пять нападающих? Ну, нет. А уже, нет, я к тому, что по мере взросления там уже более всего структурируется. Ну, да, да. К старшим командам там все, ты четко знаешь, понятно, что они там встают туда-сюда. Ну, и бывает, ты старших командных начинаешь переделывать, когда начинается просто дефицит защитников. То есть вот у нас были игры, когда у меня один защитник из 15 человек. Такое тоже бывает. Любительский хоккей? Любительский хоккей, он своеобразный. И я всегда говорю, что это не хоккей, который большой, он абсолютно другой вид спорта. Он похож, но он все равно другой. Но это, опять же, мое мнение. Вратари. Есть. Я повторюсь, я, Вася, в этих вопросах, но вратари, это же сейчас целый бизнес в любительском хоккее. Поправь меня. Нечего поправлять, все правильно. Я даже, ну, я немного даже удивился. Это бизнес. Я просто так как с этим не соприкасаюсь. Можешь вот буквально про этот бизнес по верхам рассказать? Даже мне для общего интереса. Ну, смотри, что такое вратари в любительском хоккее? Это платить за тренировку вратарю и платить за игру. Ну, вот на сегодняшний момент я не знаю ни одного бесплатного вратаря, который бы просто приехал и поиграл за бесплатный. То есть, если раньше такие вратари были, то сейчас таких вратарей нет. Ну, по крайней мере, я их не знаю. Скорее всего, они есть и 100% они есть. Но у меня таких нет. То есть, любому вратарю за тренировку, за игру отдельная оплата. То есть, соответственно, и вратарь ничего не платит. Ни из-за чемпионата, ни из-за турнира, ни из-за тренировки. Ну, страна у нас большая. Давай все-таки на примере Москвы. Сколько вратарь сейчас? Получаешь? Ну, в среднюю, когда ценник. Две тысячи рублей. Одна тренировка. Это минимально. Это прям минимум-минимум. За игру цены могут доходить и до пяти тысяч. Да ладно, это что там за пяти тысяч? Ну, это из разряда какой-нибудь приедет споршкольник. Вот он за пятак приедет. Хорошо. Тогда вопрос, как платные вратари вяжутся с командой? Ну, то есть, оно же, вот то, о чем мы говорили, коллектив. Смотри, тут еще, знаешь, ну, вот как по примеру моему, какие были ситуации. Ко мне пришел вратарь, не один, их там несколько было, с нуля. То есть, купили форму, все. А там тренировки начинаются. Он годик ходит, там полгодика ходит. А потом он подходит и задается вопросом. А почему им платят, а мне не платят? Давайте мне тоже платить. Много не надо, давайте не две, давайте тысячу. И пошло-поехало. Потом там лед взял, тут лед взял, там поехал. Блин, короче, вратарь и в любительском хоккее, это получается такая полноценная работа, что ли? Ну, да, да, я, наверное, с тобой соглашусь, потому что многие вратари, бывает так, что он к тебе приезжает на тренировку, а это у него шестая, там, или пятая тренировка за день. Ну, и теперь простая математика. Ну, блин, ну так ты долго тоже не наловишься. Ну, а прикинь, хорошо, вопрос, он к тебе приезжает. Вот я приехал чуть раньше, у тебя здесь пацаны тренировались. И они, кстати, я видел, могли отдать три передачи подряд. Просто сегодня так звезды сошлись. Я смотрел трансляцию тренировки, они отдали три передачи подряд. Мог бы сказать, просто работа тренера. Да нет, это их не больше заслуги, чем тренера. Ну, ладно, смотри. Вот он приезжает к тебе вечером на тренировку, у него шестая тренировка, а он там мышей ловит. Да, других не будет. Ну, мне просто интересно, вот как подходят пацаны и говорят, ну, а что это, мы же за него деньги платим. Ну, да, такое тоже бывает, но видишь, у меня получается так, что вратари, которые на тренировках, это вратари, которые в команде. И мы им не платим тех денег, о которых я сказал ранее. Мы платим чуть меньше, и эти ребята с нами давно, и как бы, ну, там, и условно там на бензин, там, на новую форму. Ну, то есть вот так вот. Вы набираете себе вратарей, берете их в команду, и они уже часть вашей команды, и право первой брачной ночи у вас. Ну... То есть они уже не могут играть, например, в другой команде. Нет, тут знаешь как, тут еще многое от человека зависит. Вот у меня есть вратарь Валера Порошков там, и... Ну, не только Валера Порошков, есть еще вратари, а то остальные обидятся. Они находятся исключительно в команде, и особо никуда не ездят. У них есть хорошая работа, там, дом, семья, и... То есть им это не нужно. Они пришли так же, вечером поиграли в хоккей, так же на выходных поиграли, и все. Есть, понятно, те, кто это, наверное, как работу. Ага. Ну, как же это, своего рода, селекция? Ну, да, да. Но у меня был бы... был случай, ну, так, достаточно смешной. Мне позвонил человек и говорит, нужен ли вам бесплатный вратарь? Эй, не бесплатный, нужен ли вам вратарь-новичок? Я думаю, ну, почему нет? Будет вратарь на тренировках, платить не надо, как бы уже экономия. А приходит вратарь, приходит вратарь с папой. Вратарю, ну, пусть лет 15. Ну, парень вышел. Минер. Да, парень, не, он не школьник. То есть, ну, он просто, вот, я не знаю, откуда там у него форма, там, для души. И он вышел на лёд. Мы откатали тренировку, но уровень вратаря был примерно такой, типа, три броска, пять голов. Ну, как бы бесплатно, ради бога, оставайся, тренируйся. А как оказалось, после тренировки отец подошёл и сказал, давайте нам за тренировку. Ну, как бы мы рассчитались и на этом всё. Забавно. Ну, это, блядь, это прям бизнес. Это прям бизнес. Ну, вот я своего рода видел, как детей эксплуатируют. Ну, назовём это так. Которые уже выпустились? Ну, наверное, под выпуск. Да, они даже не школьники. Ну, просто вот он где-то узнал, что вратарям платят. Вот они купили форму и поехали. То есть, это не школьники. И вратарей школьников, ну, они есть, но вот я не так часто их встречаю. То есть, в основном всё, все любители. Но школьники тоже есть. Конечно, недаром говорят, что вратарей это отдельный мир. И в любительском хоккее это не исключение. Вообще не исключение. Вообще не исключение. Коль, кораблики всё-таки, да? Кораблики? Я прочитал комментарии про кораблики. Много комментариев про кораблик. И что мне, так скажем, удивило, там мы не берём эпизод с корабликом с моим участием, а удивило именно то, что многие считают, что он не нужен. Вот это меня удивило. А в целом, как бы, ну, кораблик и кораблик. Я, кстати, после первого видео, приоткрою вам небольшой секрет, я даже снял дополнительное видео про кораблики. У меня есть комплекс упражнений, которые я не показывал, не рассказывал. И доснял. Миф или реальность? Хоккеисту, любителю, тройке, паре защитников, им надо наигрываться? Надо. Сто процентов надо. А вопрос, возможно ли это, вот с этим сложнее. Потому что часто бывает такое, что ко мне игроки подходят и говорят, давай, ну, наигрывай там нашу тройку. Я говорю, я парни, я говорю, с удовольствием наиграть вашу тройку. Но проблема в том, что ты ходишь в понедельник, он ходит в среду, а третий ходит в пятницу. Я говорю, и как вас наигрывать? И все. На этом все упадает. Но это уже, вот это вот наигрывание, это уже все-таки спустя какое-то время, когда у хоккеиста есть, ну, хотя бы какой-то опыт? Ну, да, да. Ты знаешь, когда он там весь на карандашиках ходит? Конечно, уже когда чуть-чуть поувереннее становится, когда уже можно какие-то тактические упражнения давать, какие-то розыгрыши, там, где задействована там хотя бы тройка, то тогда, да, уже желательно, конечно, чтобы были тройки наиграны. Но в любом случае, как бы тройки наигрываются, но не так, как бы хотелось. То есть это либо там одна тренировка, они там попали, ты их в одну тройку поставил. Ну, понятно, на игры ходят все. То есть это должно быть какое-то из вон выходящее событие, что игрок не приехал на игру, потому что играть хотят все. Ну, это классно. Да, и, соответственно, как бы ты матч на состав уже пишешь в тех тройках, которые, ну, как бы они тренировались. Худо-бедно, но тренировались. Еще бывает такое то, что тройки наигрываются, наигрываются, а игроки между собой не могут найти контакт. Начинаешь их разводить по разным звеньям и опять по-новому все наигрывать. Вот это такое. Один другому пас не отдал, друг на друга обиделись и все. Зубки скалят, да? Ну, так, да. Через меня все. Мне все высказывают, а друг другу так. Это сообщение в 2 часа ночи? Ну, из разряда, да. Из разряда сообщение в 2 часа ночи. Я бы обратил внимание на... И не идет. Ну, опять же, тройки пары. Ну, ну, нисколько там звенья. Прям уж так. До такого это вообще тут не собрать. Чтоб 5 человек сразу пришло с одного звена. Это вообще на грани фантастики. Ну, раз в год-то хотя бы бывает. Раз в месяц бывает. Ну, смотри, у тебя получается раз в месяц сезон идет в среднем 10 месяцев, да, там? 11. Сезон у нас начался в сентябре. И мы уже сейчас играем плей-офф. Вот у нас вторая команда вылетела с первого раунда. А первая только-только будет играть. И то есть по факту в феврале месяце мы закончим. И дальше начинаются весенние чемпионаты, потом летние. Ну, я имею в виду, да, такой сезон... Ну, так, да, сентября, сентября по мае. Да, сколько человек занимается хоккеем. Ну, вот, да, у тебя. 10 тренировок, чтобы наиграть пятерку. Раз в месяц они собираются. И всего делов. Но побеждать хотят все. А кто хочет проигрывать? Я не хочу проигрывать, они тоже не хотят. Мы хотим выбрать кубок, но ходим раз в месяц. Да, да, есть и есть такая проблема. Есть те, кто понимает это, есть те, кто понимает, но не хотят. Почему не хотят? Ну, много причин. Как я всегда шучу, жена замуж вышла, наверное. Поэтому не получается на тренировку прийти. У нас не было такого, что у нас есть состав, который стабильно два раза в неделю уходит, занимается. Ну, тут же, понимаешь, тут же еще упирается все в финансы, как ни крути. Но все же дорого стало. И хоккей уж точно не самый дешевый вид спорта. И все это становится немножко накладным. И некоторые люди не готовы ходить там два раза в неделю. Вот все деньги, как ни крути. А есть какой-то вот, знаешь, опять из своего опыта, у нас же были, ну, почти во всех командах есть там, скажем так, люди, у которых есть свой бизнес. Спонсорские команды. Ну, так сказать, не, даже не то, что спонсорские, а внутри вот этих, которые как бы чуть-чуть отбивают ежемесячный абонемент, ну, как бы сохраняя при этом коллектив и возможность того, чтобы он в полном составе у тебя регулярно тренировался. Ну, скорее всего, такие есть команды, но это не наша ситуация. В целом, целые лиги есть. Корпоративные. Ну, да, корпоративные лиги, где играют только вот спонсорские команды. Слушай, а корпоративный хоккей, он все-таки чуть-чуть отличается от любительского? Ну, я, и то, и то, понятно, любительский. Знаешь как, я ни разу не сталкивался, да, то есть я всегда у этой команды, всегда в «Катюше», то есть я не работал с другими командами, вот. Но я знаю от других тренеров про корпоративную лигу, я очень сильно удивился, то, как там играется. То есть там три звена, на той и на другой стороне. Первые звенья играют, по-моему, там, ну, из разряда типа два споршкольника разрешено. Только в первых звеньях. А во вторых звеньях типа просто средний там любительский уровень. Третий типа уровень новички и смены идут по свистку в официальном матче. То есть вот так вот в рассуде... Это как у маленьких детишек. Да, тренер вот так вот поднимает руку и может быть заметно, ну, то есть остановка и вбрасывание, то есть для того, чтобы поменяться. Ну, я удивился, правда, то есть я вот первый раз это услышал и думал, нифига себе. Я, кстати, тоже такого даже никогда не слышал. Ну, вот я, правда, удивился вообще. Ну, и там тоже мне рассказали, что там одну команду нельзя обыгрывать, другую можно. Ну, вот, кстати, к слову, я когда готовился, вспомнил, что в любительском хоккее всегда есть команды, ну, давай их назовем особенные. Сталкивался ли с такими особенными командами и как это пережить? Особенные в каком плане? Сейчас я попытаюсь аккуратно подобрать слова. Неприкосновенные. Которые... Небожители. Да, да, да. Ну, да, вот, да. Небожители, которые думают, что им дозволено больше, чем всем остальным. Которые смотрят на тебя, в принципе, свысока и ведут соответствующий на льду. Ну, как отвечу, наверное, мы играли с такими командами, но я ничего экстра-кординатного не видел. Ну, то есть все в пределах допустимого. Я просто слышал... Ну, может, мы играли не с теми командами, возможно, и такое. Я просто слышал, не буду называть, как эта команда называется, небожители. И вели они себя соответствующе. То есть они могли и по отношению к судьям, и по отношению к игрокам. И угрозы. И, к сожалению, не только угрозы, но и когда дело доходило до разборок за пределами уже хоккейной площадки. Ну, то есть очень себя плохо вели. Ну, я вот прям с таким не сталкивался, чтобы там на судью какое-то давление во время матча было. Ну, понятно, давление в каждом матче есть, но какое-то особенное давление такого я не видел. Ну, ладно. Ну, опять же, это моя команда, грубо говоря, не сталкивалась с такими командами. Возможно, такие команды-то и есть. Ну, вдруг я... В комментариях напишу. Ну, вдруг, да. Победы, наигрываться, это все хорошо. Но всегда же бывают черные полосы. Да. Вот, когда черная полоса, а это любительский хоккей, ты уже об этом сам упоминал, так или иначе это связано с деньгами. Позитив уходит? Какие у тебя есть инструментики? Ты имеешь в виду черная полоса в плане результатов команды? Да. Ну, знаешь как, я отношусь к этому проще, и я игроков об этом всегда прошу, что проиграли, все. Мы уже ничего не изменим. Мы можем сейчас в раздевалке друг другу напихать, там, послать на три буквы друг друга и так далее. Но, говорю, мы ничего уже не изменим. Надо это забыть и двигаться к следующей игре. Ну, знаешь, когда вот у тебя серия, например, из десяти матчей... Да, у меня вот не так давно был пример по четвертой команде. А получалось, что в одном дивизионе, там, по-моему, 12 команд было, у меня играла и третья, и четвертая команда. Ага. А, нет, вру. Играла только четвертая команда в этом дивизионе, и получилось так, что сначала забрались после первого круга куда-то там наверха. Ну, там, условно, там, там, третьи, четвертые были. А потом одна за одной. Поражение, 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 поражение. Но потенциал той команды я как бы прекрасно понимал. Просто нужно было время, чтобы вот этот весь процесс настроить именно внутри коллектива, в плане игр. И я всегда заходил в раздевалку, говорю, парни, все фигня, вы выиграете чемпионат. Так и получилось. Они еле-еле в итоге заползли в плей-офф, и прошли все стадии, и выиграли чемпионат. Вот пример. Все слили, все, что было до плей-офф, мы все слили. Вот он как бы любительский хоккей. Ни одного игрока не поменялся, никто не пришел, никто не ушел, тот же состав. И против нас играли те же самые люди, которые были до этого. Нет, мне просто сказалось, что, понятно, когда ты говоришь про профессиональный хоккей, там все немножко проще относительно. А тут человек может себе сказать, ну, да, что мы все проигрываем, пойду в другую команду, где лучший результат. Обычно же люди не привыкают себя начинать. Это же тоже положительный момент того, что, как ты описал, что он скажет, все, мы проигрываем, я пойду в другую команду. Здорово, пусть идет. Ты либо вместе, либо без нас. Ну, это уже то, с чего мы начали. Да. Ну, думал, мало ли. Есть какие-нибудь секретики. Да нет, ну, нужно разговаривать всегда. То есть, если ты видишь, что у твоего игрока не получается, или вот он, он все, у него, он вроде работает, там, бьется, пашет и так далее, но не получается. В плане, не может забить, ну, надо подбодрить. Не делать акцент на том, что он не забивает. И даже уже внутри коллектива, как бы уже все понимают, что, ну, не нужно пихать и все исправится. Ну, просто, что пихать, смысл? Что изменится? Слушай, а вообще в любительском хоккее есть индивидуальные беседы? Индивидуальные беседы? Ну, это даже не в любительском хоккее, но на твоем примере. Да, конечно. Они работают или не работают? Ну, наверное, да, наверное, работают. Но иногда, когда нужно, я как бы могу там один на один поговорить. Всякие ситуации бывают. Могу, наоборот, там, в беседе за, когда там про игрока говорят, что он так или не так играет, я всегда заступлюсь за игрока, на которого гонят. Ну, и в любом случае, люди же сюда приходят отдыхать и отключаться от повседневной жизни. Но и смысл здесь еще негатив. Его и так там хватает всем. Ну, да, так далеко. Мы сюда приходим, забываем обо всем. Хотя бы там на полтора часа в день. Судейство. Судейство? Да, оно разное. Хорошо, что мы не в КХЛ. Сейчас бы нам выписали бы по 300. Его, кстати, в НХЛ не выписывают вам, случайно? Вот узнаем после этого ролика. Не, ну, действительно, уровень судейства. Мы уважаем судей. Я точно уважаю всех судей. Да, 100%. В любом случае тяжелая работа, как ни крути, сколько раз я пытался судить, но тяжело. Нужно постоянно быть сконцентрированным, видеть все, всех и так далее. Судейство в любителях, оно разное. Все зависит от лиги. Где какая лига? Где, грубо говоря, хозяину все равно на то, что происходит на хоккейном? На хозяину лиги. Ну, хозяину лиги, да, руководителю лиги, где ему все равно на то, что происходит. То там и соответствующее судейство будет. Где всем фиолетовым. Вот у меня неоднократно были случаи, когда судьи выходят и просто начинают творить какую-то дичь. И ты подходишь там, ну, к организатору и говоришь, ну, это же вообще невозможно. Вот смотрите видео там и так далее. Тебе в ответ говорят, это суди КХЛ. Я говорю, здорово. Но, говорю, и факт есть факт. Суди КХЛ судят любительские чемпионаты? Ну, какие-то. ВХЛ, КХЛ, они все судят. Не, серьезно? Серьезно, серьезно. Серьезно. Интересно. Если, опять же, вот мы сейчас про НХЛ заговорили, если брать там судейство, но пол, уже больше половины сезона прошло, но особо не до чего докопаться вообще, кроме последней игры. Ну, и так как бы, а так как бы в целом хорошее судейство. Ну, опять же, если говорить про прошедшую игру, что там не очень судейство было, но оно как и в ту, и как и в другую, но просто судья вот потерял вот эту немножко нить. Ну, игры, да, понятно, что там идеальные игры бывают. И он и меня хотел выгнать, но я понял, что надо просто закрыть рот и не подставлять команду. О-о-о. Вот. Ну, это все, это все моменты, это факторы жизненные, то есть, всякое бывает. А когда начинают уже просто, знаешь, отбывать номер, как, ну, судьи, ну, это прям уже, ты не можешь на это смотреть, потому что, во-первых, к тебе люди пришли, они тебе заплатили денег, и они хотят получать удовольствие от хоккея, а не получать вот какого-то каналия. Да, ну, да, кстати, все, да, приходят отдохнуть, но... Ну, а если про драки? Ну, про драки, просто любительский хоккей мне вот... Чего делить? Периодически, периодически, когда я... Ну, как что делить? Там делят кубок КХЛ, здесь кубок ночной хоккейной лиги. Ну, слушай, смотри, я вот когда периодически выходил, редко выходил играть, ну, ты выходишь, я помню, ко мне подъезжает, и, знаешь, начинает, маску сними сначала, потом поговорим. Я говорю, ты что вообще несешь? Мы просто вышли играть. Это в любителях? Да, да, ну, это просто там где-то поделились, то есть, ну, люди не знают меня, то есть, что там, кто, а он в маске, он меня моложе, он там весь такой спортшкольник, маску сними, а потом уже поговорим. Ну, то есть, на самом деле, подвожу-то к тому, что, да, получают удовольствие, но вот эти вот перегибы, они вообще имеются? Да, конечно, имеются. Драки – это не исключение в любительском хоккее, и они достаточно частые. И я говорю, как есть, что если кого-то на поле, ну, по-простому скажу, обижают, но нужно заступиться за своего партнера, как ни крути. Будь то вратарь. Ну, знаешь как, я против того, чтобы как-то из-под тяжка грязно и так далее. Вот я против такого. То есть, у нас были ситуации, когда начинается драка 5 на 5 на льду, выбегает противоположная скамейка вся. Но у меня какой вариант? Выходим. Подерутся, их рассадят, и дальше вы продолжите играть. Смысл вот это срываться с скамейки, бежать, избивать там в двадцатером пятерых человек, но на этих 15 выбеживших выйдут еще столько же. Ну, и что из этого получится? Ну, получится драка, да, повеселяться. А кто-то может и травму получить, может же такой вариант быть. Да, я вообще этого не понимаю. Мне особенно всегда веселила вот эта фраза, ты в хоккей пришел играть. Ну, в любом случае, согласен, что драки неотъемлемые. Нет, да, 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 но я имею в виду, знаешь, когда вот эта фраза, ты в хоккей пришел играть, но с этим перегибом. В любительском хоккее есть другая фраза. Завтра на работу, не стоит. Так и я всегда про это говорю, я говорю, зачем втыкаться в кость там у борта, когда завтра всем на работу? Ну, люди разные, эмоции. Эмоции берут верх. Это точно. Есть много. Затертые спортшкольники. Затертые спортшкольники, игроки под чужими фамилиями. Но мне кажется, игроки... Игроки, которые поменяли фамилию, чтобы играть в любителях и нигде не биться. Такое тоже есть. Вот такое я первый раз услышал. Хорошо, затерли. Я даже слышал истории, где там... Меня очень это удивило. По-моему, ты мне за кадром и рассказывал, да? Когда там заносили денег, чтобы твою статистику где-то там стерли, чтобы она не билась. Ну, может быть, и я рассказывал, потому что я с таким... Я лично не сталкивался, но я слышал истории, когда говорили там определенные суммы за то, чтобы затереть хоккейное прошлое. Но, насколько я понимаю, что это хоккейное прошлое должно быть до профессиональных контрактов. Потому что, ну, с прошлой стереть в МХЛ, КХЛ, там, в ЭХЛ, РХЛ навряд ли получится. Ну, хотя, не знаю, может, получается у кого-то. Ну, вообще, я придерживаюсь тут, знаешь, какого мнения, что вы уже свое отыграли. У вас у многих, наверное, там не получилось, почему вы оказали все в любителях. И я считаю, если вы ушли, так скажем, в любительское направление, то играйте там, где играют такие же, как вы. То есть те же спортшкольники, которые не пошли дальше. А идти в любительский хоккей и ломать все, я считаю, ну, это вообще неправильно. То есть я не могу себе позволить, чтобы выйти там за команду, там, сделать результат. Ну, как? И люди к этому матчу готовились, они ждали этого матча. А ты выходишь такой весь красивый, 20 лет в хоккее и вышел, когда надо, и забил. Слушай, ну, ответ, наверное, очевидный, но все равно спрошу. А зачем им это? Спортшкольникам? Да. Нереализованная мечта. Ну, я это только так называю. Ну, и опять же, как правило, играют те, кто... Ну, многие, по крайней мере. Играют те, кто сидели в четвертых, в пятых звеньях. Не брались на игры, но они там от и до прошли спортшколу. Я думаю, вот в основном это вот такие. Потому что человек, ну, опять же, я по себе говорю, когда ты прошел от и до, и все, и... Ну, куда уже? Ну, какой хоккей еще и с любителем? Ну, это мое мнение. А чрезмерные амбиции могут быть, ну, у руководителя клуба? Нам нужны цацки. Я думаю, да. Думаю, да. Такие тоже есть. У меня даже была ситуация. Лет 5-6 назад мы играли в ночной лиге. Играли все, весь матч в зоне атаки. Вообще весь матч в зоне атаки мы ни одной не забили. Или одну там, но в итоге мы матч проиграли. И ко мне мой игрок подъезжает и говорит, слушай, у них, говорит, в заявке, говорит, возрастной вратарь. А на поле, говорит, какой-то молодой. А я как бы стою со скамейки, ну, как там его разговор, глядишь, он в маске там. И оказалась еще интереснее история. Этот человек вообще играл со мной в одном клубе, не один, даже в двух клубах со мной он играл. И когда мы встретились по трибунке, я ему говорю, Антон, привет. А он сделал вид, что он меня не знает. Ну, бог судья. Ну, ладно. Со школьниками все, но вот эта вот история, что люди меняют специально фамилию, чтобы их, я клянусь, я в первый раз, в первый раз такое слышал. А? Это Москва. Да, у них просто это желание есть, только они отбивают желание тем, кто реально пришли в любительский хоккей любителями. Ну, окей, в NHL как с этим борются? Вот, если брать по NHL, они доскональнее всех проверяют хоккейное прошлое. То есть, даже то, что нету в открытых источниках, они где-то что-то находят и говорят, вот, человек играл. А может быть... У меня был случай, ко мне пришел вратарь, опять же. Я вижу, что он, ну, неплохого уровня, и я понимаю то, что он, как бы, вроде бы не любитель. Я к нему подъезжаю, говорю, ты любитель? Ну, у тебя спор, спор, школа нет? Он говорит, нет, нет. Ну, ладно, заявили его в ночную лигу. Как-то мы прошли первый вот этот этап заявки. В итоге, после матча противоположная команда подала протест, начали досконально искать, 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 и нашли, оказался человек-спортшкольник. Я говорю, ты забыл, что ли, что ты спор, школьник? С нас сняли очки. Ну, то есть, вот, как бы я не хотел, а вот так вот получилось. Не найти хвостов по статистике в истории. Но, когда ты выходишь на лед, точнее, игрок выходит против тебя играть, но ты же видишь, что это спор, школьник. Ну, да, мне достаточно его два-три движения. И, да, все мы, кто занимался хоккеем, ну, видно же, что это спор, школьник. Конечно, видно. Любителя невозможно так научить двигаться на льду, так работать с шайбой. Но при этом истории, ну, действительно, прям никакой. Ну, вот никакой. Тогда что? У меня есть история. История про такого вот любителя. Мы играли в лиге, мы выходим на игру, я вижу, что человек, ну, он спор, школьник. Вот как ни крути, причем не просто спор, школьник, а очень хороший спор, школьник. Естественно, мы этот матч проиграли, я в лигу, я говорю, как так? Он говорит, у него нет хоккейного прошлого. Я говорю, ну, не может быть. Я говорю, ну, ты тоже играл в хоккей, ты видел же. Он говорит, я видел, у него нет хоккейного прошлого. Мы, говорит, ничего не можем сделать. Меня эта тема немножко задела. Я начал играть в Шерлока Холмса. Я перерыл весь интернет, все, что можно, перерыл. Случайно наткнулся на страницу этого игрока, точнее, на страницу его папы. Этого игрока. И я обнаружил на фотографиях фотографию этого игрока в хоккейной форме, которая где-то в Северной Америке. Я понимаю, что уже круг сужается, нужно искать где-то там. Я начинаю искать на американских сайтах и попадаюсь на сайт какой-то американской газеты, спортивной газеты, которая выпускает какие-то там журналы, какие-то, ну, статьи и так далее. Вот как здесь был по спортшколе, там, хоккей Москвы. Только там это уже цифровая версия, и она, все как бы оцифровано, и много, как бы, статей именно в архиве. Мне пришлось купить архив за сто лет этой газеты. И там через поисковик я нашел этого человека, который играл в профессиональной лиге и был лучшим бомбардиром. Вы выиграли дело. Да. Но при этом, правильно я понимаю, если... Ответ лиги был после того, как мы это все обнародовали и передали в лигу следующий, то, что по регламенту лиги Америка никак не котируется под какие-то там стандарты данного регламента. То есть там прописаны игроки из спортшколы, там, при чемпионатах, ФХР, там, и так далее, и тому подобное. Но про Америку слова не было. Короче, он как играл, так и играл. Нет, а в итоге его все равно убрали. Ну, потому что, ну, это получается так, что любого игрока с НХЛ возьми, привези сюда, и он будет играть, получается. Еще сложнее. Давай представим, что вот не нашел бы ты этого архива. И, например, вся лига жалуется на условного Ваню Иванова, который, ну, все видят, что он просто на три головы сильнее катания, руки, но это спортшкольник. Может лига сказать, ну, ребят, ну, извините, мы не можем доказать, но все мы все понимаем. Поэтому давайте-ка... Тут, знаешь, как, если лига, так скажем, придерживается своего регламента, придерживается там всех правил, она ответит следующим образом. Мы все-все прекрасно понимаем, но у нас нету никаких документов, на основании чего мы бы могли отзаявить этого игрока. Вот так вот. Да, ну, то есть нужен документ. Нужен документ, да. Я, потому что сталкивался с лигами, мне рассказывали, что есть условная комиссия, которая присваивает звезды игрокам. Квалификацию. Ну, да, квалификация. То есть вот так вот. И решают таким образом. И потом там, да не, ребят, ну, ну, тоже такой тонкий лед. Ты пошел в команду в сезон 20 человек, а потом тебе как дали всем очень высокую оценку? Ну, я никогда не сталкивался с подобной квалификацией. То есть мы никогда не играли в той лиге, где по игрокам присвоится квалификация. До этого сезона. В этом сезоне мы заявились в одну из лиг, в новую лигу. Я отправил в состав, ну, в заявочный лист. И мне игрокам проставили всем квалификацию. Я задал вопрос, я говорю, а на основании чего вы проставляете игрокам квалификацию, если вы их не видели на льду? На что мне ответили? Что квалификацию проставляет а-ля нейросеть, которую они там разработали. Мы вышли на первую игру 2.17. Ну, и последующие матчи примерно такие же. В итоге мы просто сняли с чемпионата, но какой смысл? То есть я-то игрокам знаю, я как бы примерно понимаю, у кого какой уровень. И когда игроку, который реально неплохо ставят там квалификацию там условно 2, где из 5 это самое лучшее. Ну, пятибалльная там шкала, да? Ну, из разряда, да. А игроку, который слабенький, ставят там 5. Ну, для меня странно. Ну, как можно любителей оценить даже, предположим, по статистике? Он сегодня играл в нижнем дивизионе, там, заработал нам 10 очков за все. Завтра он играет в верхнем дивизионе и ничего не заработал. Ну, вот я с таким столкнулся. Больше с таким не хочу столкнуться. Я за обычные квалификационные матчи, где все сыграли, все показали себя и все. Ну, вот даже вот смотри, я сам с Якутска, да? То есть я начинал там заниматься, потом я в 10 лет уже сюда уехал. А ребята, которые там в 5 начали, они и по сей день там играют в хоккей. Но там никогда, ну, сейчас уже есть, но тогда там не было спортшколы, ни Дю США, ничего не было. Но мы также приезжали на игры, там, в Хабаровск играли с Амуром, с Авангардом. То есть мы весь Дальний Восток объездили. Но у нас не мы, ну, просто как бы дворовая команда, назовем это так. Ну, да. Дуна у нас большой свой, там, прекрасный стадион и так далее. Но мы как бы, ну, просто вот мы стренируемся и все. И я думаю, в регионах так много где было. Ну, это классика. Кстати, да, Визор или Маска? Я за Визор. Да ладно! Даже объясню, почему. Ну-ка, давай-ка, подожди. Вот, а я за Маску. Объясняю, почему, если бы в любительском хоккее все бы играли в Визорах, качество хоккея бы немножко выросло. Объясню, почему. Как правило, в командах делится 50 на 50. Кто-то в Визоре, кто-то в Маске. Ну, классика, да. Да, и вот тот вот человек, который играет в Маске, он не отдает себе отчет тому, что против него может играть человек без Маски. И, как правило, в любителях у нас некоторые как бегут к шайбе. Ну, как дровосеки. Как дровосеки, когда его человек начинает догонять вот этим движением, движением в голову. Если бы он был в Маске, я думаю, он бы об этом подумал. И во многих единоборствах и так далее и тому подобное. Ну, это опять мое мнение. Ну, я вообще за, даже если бы это все отбросить, я за Визор все равно. Ну, по. Днем лучше видно. Интересная точка зрения, но я вспомню твои же слова. Моя точка зрения, что играть надо в защитной решетке, потому что завтра всем на работу. Опять же, знаешь, тут как, если брать совсем начальный уровень любителей, то однозначно Маска. Да это прямо вот 100%. Слушай, я вот себя проймел, я в решетке играю. Ну, как бы, ну, вот зачем? Шайба, да. Я вообще в костюме теперь. Ну, ты в костюме играешь. Я вот так же играю, то есть без шлема, без всего. Иногда домой прихожу, ноги синие, ну, думаю, ну и ладно. Знаешь, вот тоже я играю. Там такие же ребята, как я. Все со спортивным прошлым, все обучены. Но нет, нет, да шайба-то она все равно шальная. Ну да, какой-нибудь отскок, рикошет. И все равно ты видишь, когда вот раз в сезон у нас стабильно какая-нибудь неприятная травма. Выбитый зуб, там рассечение. И ты все равно, ну, а зачем? Ну, да ну его нафиг. Ну, тут видишь. Страховки, ну, как бы, по мне-то уже не стоит. Игра с вещь. Ну, в том плане, что на кону, по сути, ничего не стоит, наверное. Да, наверное, лучше в маске. Я, видишь, просто за то, что если бы они играли в визорах, он бы немножко по... Для тебя это как метод обучения. Ну, да, да, да. Потому что я сам по себе помню, когда я снял маску, там, одел визор. Я пару раз в лицо получил, я понял, окей, это больно. Я просто, да, я помню, как я получил шов, не шов, пять швов получил. Я стоял на пятаке, чуть-чуть правее штанги, шел по расстрелу с другого угла. Вот это классика, воротарь. Ставит клюшку под углом. Я даже не чувствую, я даже среагировать не успел. Пять швов. Хорошо, зубы целые остались. Ну, тема для спора вечная. Для общего развития... Сколько стоит? Я не знаю, сколько стоит заниматься любительским хоккеем в Москве. Отвечу так. В среднем цена на тренировку, плюс-минус, закладываем 200 рублей, это 1000 рублей. Это прийти один раз потренироваться. Да, да. Ну, по-моему, у нас в Питере плюс-минус то же самое. А по регионам, может, ты слышал? От друзей, на турнирах, где-то? Да, регион, а что там? Не, не, регионы меньше. Ну, нет, в регионах дешевле, я думаю, в любом случае дешевле. Там лед стоит 7 тысяч. Потому что я как-то был в Волгограде, мне стало просто интересно, какая стоимость аренды... Точнее, не в Волгограде, а в соседнем Волжском я был, какая стоимость аренды льда там. И там на тот момент цена была ниже раза в 4 от цен московских. Ну, и, соответственно, я думаю, и цены на... Не, 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 там ниже, ну, там и цены на тренера, знаешь, типа, у нас подкатка-то стоит 2 тысячи, а там подкатка... Тысячи? Я в Воронеже был два года, два или три года, а там подкатка 500-700, 500, не тысяч, там даже до тысячи не доходило. И, типа, типа, 500 рублей, типа, ты подкатываешь 500 рублей. Поэтому, не, не, ну, короче, разовая тысяча, ну, это плюс-минус. Ну, здесь разовая от полутора до двух тысяч. Разовое посещение. То есть, если ты абонемент не покупаешь... Ну, это если ты в команду приходишь. Ну, да, да. А так там, условно, я приехал с баулом, посмотрел, там, хочу поиграть в хоккей, ну, там, катнуться, ну, тысячу-тысячу. Абонемент везде. Абонемент везде. Ну, теперь, я думаю, мы расставили все точки над «и». Ну, пока, в мере, постарались. Тему кораблика не раскрыли. Но тему кораблика не раскрыли. Давайте... Ха-ха, я придумал. Ну, сколько? Давайте полторы тысячи лайков. Больше. Две? Да нет, три. За кораблик от Коли? За кораблик от Коли три тысячи лайков. И Коля подробнейшим образом раскрывает тему корабликов. Ну, и другие темы. Вдруг мы о чем-то забыли, и вдруг у вас есть что-то прокомментировать. Комментируйте, пожалуйста, внизу. Коль, спасибо тебе. Тебе спасибо большое, что еще раз приехал. Да, все. Любительский хоккей, мне кажется. Да я уже все сказал. Вам спасибо за просмотр, инструкции всем есть. Хоккей в сердце. Увидимся. Пока. Еще одна особенность любительского хоккея, что и снимать про любительский хоккей приходится ночью. Сейчас время полвторого. И искренне, человеческое, огромное спасибо гостиничному комплексу «Видная усадьба» за то, что они нас приютили. И мы сейчас сможем поспать несколько часов и уже отправиться монтировать выпуск в Санкт-Петербург. Респект вам, благодарка, поклон. Санкт-Петербург.